Цвиль на стенах и практически нулевая гукоизоляция в квартирах. Жихары одного из гродинских домов могут только марить об комфорте во властных помешканиях. Амаль 70-годовый будинок, стверджают граждане, давно не бачу нормального ремонта. Перонос автобусного припынку ближе и до дому только ускладнил ситуацию. А обязанности об установке пластиковых окна за кошт бюджета так и застались обязанными. Владимир Лобан вывучал проблему. Ганна Вятлугина разом с соседями снова каже обнаболелым. После переноса припынки гражданского транспорта, житель в доме 28 по улице Социалистичной, перетворился в кошмар. При нам все рукавы. В силу того, что в доме не осуществлялся капитальный ремонт, соответственно, не утеплялись стены, не менялись окна, слышимость мы в принципе живем как на вокзале, как на улице. Каждое слово, произнесенное на остановке, прекрасно слышно в квартире. И когда звонит телефон в проезжающей машине или играет музыка, это слышно абсолютно. У меня на втором этаже, наверное, даже больше, потому что звук разносится по высоте. И поставить сейчас мне пять окон по 300 долларов по дизайну дома, я просто не могу себе этого позволить. Однако обещание заменического пакета за сроки городского бюджета, скажется местовое, было огучено. Але в письмо и форме его никто не фиксовал. При переносе остановки нам гарантировали установку, естественно, шумоподавляющих окон. Потому что проводили опрос именно вот у нас персонально спрашивали, не против ли мы. Мы, конечно, мы не могли быть против, потому что, в общем-то, город принимает это решение о переносе остановки. Но это много создавало бы нам проблем. Сказали, будут окна в текущем капитальном ремонте. Обещание, обещание, места и шклопакеты же храм придется за свой кошт. При этом коммунальники спосылаются на официйные документы. Окна меняться в данном жилом доме не будут. На основании приказа Министерства архитектуры и строительства от 30 января 2013 года за номером 44. И с 15 февраля 2013 года замена оконных заполнений выполняется только собственниками данных жилых помещений. До речи капитального ремонта у этого дома в ближайших планах чекать не варто. По словам простойников жилево-коммунальной господарки, необходимые работы в свой час были проведены. Капитальный ремонт кровли по данному жилому дому номер 28 по улице Социалистической проводился в 2003-2004 году. Также в эти годы проводился и текущий ремонт фасада данного жилого дома. Во стольких этих ремонтов разводят с руками жихары и ныне зауважили. Далей Папер справа не пошла. Перекрытия в этом доме очень старые и они деревянные. Деревянные перекрытия. Те, что живут на втором этаже или же стиральные машины, когда стирают, трясется весь потолок. То есть это может в любой момент обвалиться и все что угодно. То есть никто перекрытия не переделал. То есть капитального ремонта как такового не было в доме. Так и отремливается, что местовые протягивают жить с плесенью на стенах. А теперь и с шумом. Одно из жихары подъезда скинулись и навели парадок на лестничных клетках. Однако на этом сборы в сродку скончились. Ставить пластиковые в окна за свои гроши люди уже не готовы. Алены, пока не губляются, надеясь, что компромиссы к этим пытаниям все же будет знайдены. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ